В настоящее время сельские жители хотят пользоваться всеми благами, которые доступны горожанам. Ежедневная покупка продуктов хорошего качества является для всех очень важной и необходимой. И решать этот вопрос нужно и для небольших хуторов, где не всегда есть свой магазин. Настоящим центром семейного притяжения стал современный клуб в хуторе Водном Петровского сельского поселения. Для хуторян очень важно было иметь место для проведения культурного досуга. Но не менее важно и обеспечение продовольствием. Здесь был работающий старый магазин, который предприниматели не смогли удержать на плаву, он закрылся из-за нерентабельности. В последнее время хутор Водный остался без своего магазина. Жителям приходилось добираться за покупками в хутор Голицын или в станицу Петровскую. Конечно, это нужно было изменить. Благодаря координации усилий поселенческой и районной администрации решение этого вопроса было найдено. Жительнице хутора, которая решилась открыть здесь продуктовый магазин, оказана помощь. И вот состоялось торжественное открытие торгового павильона. Это, наверное, самый правильный путь, Иван Васильевич это озвучил тоже. Найти, значит, хутори человека, который будет заинтересован в этом. И, соответственно, значит, чтобы удовлетворить потребности своих земляков. Про мониторили мы станицу Петровскую. Хочу сказать огромное слово благодарности вашей квартальной, нашему депутату Петровского сельского поселения. Она молодец и умница, знает вас всех. И начали мониторить. Значит, выявили, что у нас Ольга Александровна Черноброва, оказывается, стоит в центре занятости на учете. Ольга Александровна прошла отбор там со своим фан-бизнесом. И в результате, соответственно, ей выделили определенная сумма денег. Значит, она прибирала вот этот павильон красивый. Значит, благодаря, конечно, опять же, Ивану Васильевичу Управлению земельных и имущественных отношений, значит, была предоставлена в аренду льготная земля. Начальник Управления по торговле и защите прав потребителей Славянского района Иван Сергеенко поблагодарил жителей Водного за то, что они поверили в возможность реализации этого проекта. Во-первых, хочется поблагодарить и жителей, наверное, поселения Хутра Водного за то, что вы на очередном сходе граждан нам доверились, нам поверили в то, что мы попытаемся реализовать этот проект. И то, что у нас все-таки получился хороший объект, сегодня подтверждали благодарные высказывания жителей Хутра. И вот позади нас сегодня такой замечательный торговый павильон. И вот наступает самый яркий момент открытия. Перерезается красная лента, и первые покупатели заходят в павильон. Для предпринимателя Ольги Чернобровой все это стало значимым событием. Ее поддержали как администрация района, так и муниципальный центр поддержки предпринимательства в оформлении необходимых документов, составлении бизнес-плана для заключения социального контракта. Не было мне рабочего места, и решила так открыть магазин. Помогла соцзащита, пошла по соцконтракту, выделили 350 тысяч. Хватила на этот торговый павильон, поставили, докупили где-то что-то. Так вот открылись, завезли продукты. Все довольны пока. На прилавках павильона свежие овощи, хлеб, консервы, крупы, сладости, колбасы, молочная продукция. Словом, здесь каждый найдет себе необходимые и качественные продукты. У нас открыли магазин продовольственный. Мы все очень рады, довольны. Жители теперь могут спокойно прийти, приобрести все, что им необходимо. В магазине имеется весь товар в наличии первой необходимости. Цены также приятные, что очень радует. Жители хутора все очень довольны. Магазин современный, красивый. Все есть, продукты первой необходимости. Ассортименты расширяются, расширяются. Надеемся, что будет абсолютно все. И это очень хорошо, что у нас наконец-таки есть такой магазин. Конечно, жители хутора довольны, что заработал очень нужный для них магазин. Предприниматель старается учитывать запросы покупателей с тем, чтобы как можно полнее удовлетворять их потребности. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».